Дворце Большевиземского историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в этом году состоит сразу из трех разделов. Первый посвящен святкам. Народный кукольный мастер Валентина Телегина представила маленькие сценки, в которых можно увидеть основные святочные обрядовые действия. Здесь и сельщики, и христославы, и ряженые. В ее коллекции около 300 кукол, и они не случайные, она делает куклы, которые охватывают весь год обрядовые действия народные, связанные с ритуалами встречи весны и Нового года. И вот в частности мы представляем коллекцию святок. Во втором разделе выставки можно увидеть интересную коллекцию рождественских елочных игрушек дореволюционных времен, собранную Владиславом Борисовым. Он работает в сфере продаж. Собирать старинные предметы, связанные с Новым годом и Рождеством, начал около семи лет назад. В его коллекции уже около двух тысяч экземпляров. Говорит, что игрушки не пылятся, и за декабрь он может нарядить елку три-четыре раза, меняя тематику наряда. Сказки, ватные игрушки или дореволюционные, как раз те, что представлены на выставке. В руках у меня форма для елочной игрушки. Это елочная игрушка, так называемый Дрезденский картонаж. Игрушки, которые производились до революции и привозились они к нам из Германии. И это бронзовая форма, на основании которой делались эти игрушки. Вот так это выглядит. Это дает понимание нашим зрителям, как их делали раньше. И как вишенка на торте – коллекция новогодних елочных украшений 50-х годов по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Коллекционер Ирина Курбатова посчитала символичным выставить именно эти экземпляры в Пушкинском музее-заповеднике. Ирина занималась разработкой технологий для космических аппаратов, сейчас уже на пенсии. Собирать свои игрушки начала около 12 лет назад. Говорит, что сначала просто хотелось вернуть утерянные экземпляры из школьных лет, а уже потом появился интерес к исследованию и коллекционированию. Елки ведь советские, они отражали достижения страны. Каждый год что-то делалось в елочных игрушках, то, чем гордилась страна. Космос сразу, космос. Когда полярники у нас были знамениты, сразу игрушки, посвященные полярникам и так далее. Сельское хозяйство, сельское хозяйство. Когда нужно было поднять, чтобы уровень культурный, стали сказки делать. Так что тут все взаимосвязано. Елка имела не только для, ставилась не только для украшений, вернее создавали елочные игрушки, но и для развития ребятишек, ну и взрослых тоже. Выставка будет работать до 4 февраля. Постарайтесь не упустить возможности увидеть ее удивительные экспонаты.